На сегодня на завтрак я буду вот такой вот чия-пудинг, также мы будем помидорки черри, потом хот-доги такие себе, потому что там не особо так начинки и яйцо. Нам придется ехать сдавать вещи в камеру хранения, скорее всего за два раза, вот, потому что в 12 мы должны освободить квартиру, а автобус у нас аж в 20-30. Мы тут переменялись одеждой для того, чтобы сделать фотки, сейчас вам все покажу. Фоточки, которые у нас получились. Это мама, это мои фотки, или это, не, это мамины, вот это мои, еще куча фоток, это мама, это просто вид. Мама, я, ай, вот еще классные. Столько фоток крутых тел, это супер. Сейчас мы будем разбираться, как нам так с Фритом оформлять на границе, потому что надо разобраться. Все, в принципе, мы прибрались тут, и делать больше нам ничего тут не надо, мы ждем хозяина, пока он придет, он придет в 12, у нас сейчас 10. Еще 2 часа развесить. Съехали. Ключи отдали, сказали, что все было круто, что все удобно. Вот это, наверное, приеме последнее. Хотя не это, наверное. А? Я сказала Санке, ну, что было все очень комфортно, и спасибо, что он все так подготовил нам. Вообще. Куда мы идем? В бедронку идем искать. В бедронки, потому что мы хотим купить духи. Ну как, чемодан тяжелый? Не, нормальный. Нормальный? Я думаю, что такс-фри мы напорнули. Мы зарегистрировали наши такс-фри, чтобы это не занимало очень много времени на таможне, на границе. Поэтому надеюсь, что нам будет удобнее. Главное, чтобы нам хороший водитель попался, который, ну, будет заинтересован в том, чтобы себе там вернуть, и нам вернуть. Надеемся, что будет адекватный водитель. И адекватный, да, проводник. Да, желательно. Нашли новую бедронку, сейчас попробуем тут найти духи, которые нам нужны. Мама чемодан тащит. Ну, говоришь, что я нормальный, как тебе? Нормальный, значит. Спасибо. И пончики. Давай попробуем, а? Фишташки. Мы взяли себе по пончику. Я взяла там черный и белый нам сейчас перекусить, потому что готовить мы уже ничего не сможем. Хочу найти алоэ веры, но не могу найти, потому что нет. Классный пледик. Вот этот классный он. Попробуй. Там у меня штука есть. Я за внутренний. Зачем мне розовый? Сколько фигней всякой. Класс. Мне это неинтересно. Вот духи, да. Я уже, конечно, свой попробовала. Кстати, безумно вкусный. Мама темный, у меня светлый с какой-то белой посыпкой. Эти булочки, пончики, они грибут просто такими коробками. Потому что они дешевле осталось. 12 штук, и получается, если ты берешь от 6 штук, тебе один такой пончик выходит 3,50 гривны. 0,5 злотых. Мы пришли в МАК. Я себе заказала какое-то там мороженое, балки вроде. Я могу сказать, что МАК довольно-таки маленький. То есть, ну, мы в первую поповшество зашли. Я просто хотела взять себе картошку. И, в принципе, все. Но взяла в итоге покушать нам, потому что потом мы покушать так много не сможем. Нам сейчас дорогу. Вот, мы решили пообедать. Принесли нам уже. У нас такого нету вам. Круто! Ура! Ой, смотри, снова опять. Мы поедем домой. У нас сейчас 9 вечера. И часа, наверное, через 2. Мы будем в Харькове. Я сейчас покажу, где мы. У нас тем временем уже следующий день. Мне тут будет отвешивать сейчас вот эту вот доску мою над столом. И вот это вот все я сейчас буду отлепливать. Пока сюда повешу, а там не знаю. Посмотрим, где будут эти штуки все у меня находиться. У меня немножко нет настроения, но ничего страшного. Это исправимо. Я написала пост, немножко выговорилась. Вот. Ну, и как бы, да. Сейчас, я думаю, доска повесится. Будет вообще все супер-пупер круто. Пусть пока так. Уже положила себе вот эту вот подстилку на стол. Мне кажется, ну, как-то дополняет так по-особенному столу. Ну, не знаю, буду ли я ей сильно прям так пользоваться. Посмотрим. Потому что у меня как бы тут бардак. Мне надо будет это все прибирать, как только мне сейчас доску эту повесят. Также, смотрите, как круто, органично смотрится вот эта вот бутылочка моя новая. На вот этой подставке, которая у меня уже была. И также мне нравится, как смотрится корзина и то, что находится в ней. Я тут сейчас просто пока все убираю со стола и все. А так не обращайте особое внимание, потому что скоро все это приберется. И после того, как я вот это вот все приберу, я буду монтировать видео. Я уже даже приготовила все себе. Мне повесили эту доску. Я тут уже начала немножко все украшать. Сейчас буду вместе с вами все расставлять, все собирать уже по-нормальному. Потому что это просто пробный вариант. Просто посмотреть, как все это смотрится. И сейчас все буду навешивать. Чисто такой домашний день, получается. Мы только приехали, и я села быстро учить историю. Потому что я уже успела сгонять на самом-то деле на курсы по-английскому. Я не спала до трех ночи. Так что об этом тихо. Сейчас я быстренько перекусываю. Вообще шикарный перекус. На самом деле, ладно, я съела мивинку. Типа роллтон, мивина. Я не знаю, у кого как это называется. Но только польскую мы с собой привезли. Потому что больше ничего я не успеваю. У меня буквально остается 15 минут. Мне надо повторить кучу конспектов. Потому что я нифига не помню. Крыся мы. Я снимаю, что ты меня мивиной кормит. Я тебя кормлю мивиной. Дед и делай. Всем привет. Сегодня мы приехали с Польши. Вернее, приехали ночью. Диана успела уже сходить на английский язык. Также побежала быстренько на историю. Сейчас она придет с истории через час. И мы пойдем вместе делать рентген панорамный снимок. Так как ей уже в субботу надо будет снимать брекеты. И для этого врач-стоматолог должен посмотреть всю картину. Насколько зубы стали на место. Как вообще себя ведут зубы восьмерки. Чтобы не получилось так, что вот эти вот восьмерки, когда снимут нам брекеты, они сдвинут нам заново все наши зубы. Как мне объяснила стоматолог, что их скорее всего придется нам удалить. Так как они еще не вылезли и не стоят, ну то есть сверху, как все зубки ровненько, они еще лежат в таком спящем положении. Поэтому их надо все равно будет удалять. Так как они начнут потом расти и могут всю вот эту вот нашу картину изменить опять. То есть зубы могут стать в исходное положение. С брекета медиана проходила год. Так зубы стали намного ровнее. Для девочки я считаю это вообще очень важно. Так как у меня у самок не сильно ровные. Для нее я, конечно же, постаралась и настала на том, что брекеты нужны. Брекеты это вообще хорошая штука. Лучше заниматься этим с самого детства. Но если вы решитесь поставить брекеты, это не значит, что вы поставили брекеты и все у вас получилось. Все у вас, ну то есть выровнялось. Для этого надо тоже постараться весь год. Надо ходить к стоматологу, менять вот эти вот разные дуги, резиночки менять. Также ухаживать за зубами, нужны разные щеточки. Диана уже об этом рассказывала. Ну и как снимут брекеты, мы тоже все это покажем. Для того, чтобы зубы оставались ровненькими, для этого нужны разные капы, ретейнеры. Все это Диана покажет и расскажет. Но не в этом суть. Мы приехали. Дома у нас, конечно, такой бардак. Я немного успела помыть только посуду, умывальник. Вымыла вот эту вот вытяжку, которая на кухне у нас. Ну а так еще много-много всего надо убирать, помыть полы, пораскладывать наши вещи. Также немножко постирала. Поспала всего пару часов, выучила по-быстрому английский и быстренько побежала. Тоже тут немножко все поразбросано. Шкафу я не буду показывать, это пусть она сама показывает. У наших крысок я тоже успела немножко убрать. Поменяла вот эти вот гранулы, как у шата. Повытрушивала все эти коврики. Насыпала им корм, капусту. Это творог они ели здесь, нежирный дала им. Тут тоже все повытрушивала. Клетку мы не закрываем, потому что они гуляют по ней. Наверх они ходят у нас в маленькую клетку. Для них это туалет. Там они как бы делают свои дела. Вот этих вот всех ковриках у них в принципе всегда сухо. Ну может быть какой-то разбросан корм они тягают туда-сюда. Почему оставили эти гранулы? Ну во-первых, у них нет на него аллергии. Пробовали вместо гранул насыпать им в клетку, чтобы они зарывались в опилочках. Но эти опилки нам ужасно не понравились. Почему? Потому что от них запах. От вот этих вот гранул запаха нет. Впитывают в себя хорошо пыли. У нас нет от этих гранул. Почему? Потому что постоянно раз в два дня я убираю в клетках. Не летает этот мусор. Ну а вот эти вот... Ты залезла, смотришь на меня, да? Что я про тебя рассказываю? Ты хочешь, чтобы я тебя взяла в руки? Ну иди. Вот эти вот опилки нам не нравятся, потому что они мокрые. Постоянно не впитывают никакую влагу. И от них, ну, то есть есть запах. Вообще нам они не подходят. Вот что бы там ни говорили, что гранулы это плохо, но гранулы у нас только в маленькой клетке, так как это, ну, считается для них горшок. Больше они не гадят нигде. За пределы клетки они не вылазят. Мы их можем брать также на руки. Они могут со мной находиться и в кровати, и где угодно. Ну, как бы на меня они не гадят, скажем так. И куда бы их ни взяли, они знают, что домик есть свой, есть у них кормушка, есть вот там вот тут поилочка у них. Мы хотим еще также парочку купить, но, в принципе, водичку я им меняю каждый день. Хотя можно даже их 2-3 на каждом этаже, но я считаю, это как бы лишнее вообще. Ну, я думаю, им достаточно. В скором времени также хотим подсадить к ним, наверное, еще пару крысят. Может, 2, может, 1, может, 3, не знаю. Еще подумаем. Ну, хотим каких-нибудь тоже красивеньких девочек подобрать им, подружек, чтобы им было веселее. Вот они вот так ползают. Ну, то есть, как хотят. Клетка вообще у нас не закрывается никогда. Они уже настолько привыкли, ощущают себя вообще такими хозяйками. Вместе могут вообще спать за клеткой. Там, ну, когда им холодно, они либо в домике, либо вот сейчас они дерутся. Что-то они не поделили такое. Когда им холодно, могут залезть в шапку. Могут также в один гамак залезть, поспать. В этом гамаке, в зеленом, они не очень как-то любят лежать. Не знаю, почему. Не особо им нравится. В судочке в этом им нравится. Там, где тряпочка. Ну, и домик им тоже как бы для души. Так подошел он им все. Вот она идет тоже сюда в туалет. Они так ползают, бегают, гуляют. Ну, днем, в принципе, они спят. А вот когда ночью выключается везде свет, они начинают гулять, шастать. Очень любят висеть за клеткой. На четырех лапках. Я их вообще говорю, у нас какие-то не крыски, а какие-то летучие мышки. Вот они такие веселые девочки. Все, я иду собираться, приводить себя в порядок. Так как договорились с Дианой пойти сделать панорамный снимок. И вообще у меня очень-очень много дел. Куда ты меня грызешь за кольцо? Ну, ты вообще, что ты придумала? Давайте погрызите мои руки, погрызите. Они такие ласковые девочки. Они любят поцеловать тебя, облизать. Вот что-то им кольцо мое так понравилось. Они его решили с меня снять. Мне пора идти. На этой неделе у меня вообще много дел, потому что я себе напланировала очень-очень всяких много заданий. Во-первых, Кудяны уже на следующей неделе будет день рождения. Ей 17 лет. Мне надо много успеть. Первое, чтобы убирать в квартире, сделать вообще генеральную уборку, побегать по магазинам, выбрать какие-то подарки или подарок. Еще не знаю даже что. Купить тортик. Покажу вам подарок или подарки. Еще не знаю, что я решила. В принципе, есть у меня уже свои такие, какие-то задумки. Что хотелось бы мне сделать, что хотелось бы мне купить. Не люблю такие подарки дарить. В плане ненужного. Хочу хорошенько подумать, что ей надо, чего бы ей хотелось, чего на самом деле у нее нет еще. В принципе, у нее как бы есть все. В плане техники. По мелочи. Хочу чем-то ее порадовать, уделить какое-то ей внимание. От мамы все равно должны быть какие-то подарки. Ну, вот хочется чего-то такого. Ну, тоже потом вам скажу все. Буду собираться, приводить себя в порядок. И уже как выйду на улицу, встречу с Дианой, может быть, тоже еще поговорим все. Я уже собралась, оделась, накрасила губы, глаза. Одену такие кроссовочки, джинсы. Я готова. Но у меня еще есть время. У меня времени еще целых 20 минут. И за это время я думаю, что я смогу, наверное, успеть попить кофе. Так как хочется спать мне еще с дороги. Есть такая легкая усталость, хотя, в принципе, все было неплохо. Довольно-таки комфортно мы спали. Не могу сказать, что совсем ужасно. Но я думаю, быстро мы придем в этот режим. Думаю, тяжелее всего это Диане, так как ей надо заниматься, учиться. Опять войти в эту колею занятий, курсов, репетиторов, чтобы это все успеть. Начать нормально заниматься в нужном режиме, в нужном темпе. Надеюсь, у Дианы мозги там нормально. Сегодня работают, настроены на английский, на историю. Сейчас у нее все это раз спрошу, как она там справилась с первым рабочим днем. Ты меня снимаешь тихоря? Это она Академика Павлова. Нам удобно здесь, потому что по домам. Она посмотрит на панорамный снимок. И все. Что? Привет! Что, привет? Я показываю, как духи нам дают. Нам идти надо мыть. Я хочу сейчас потом зайти в сельпо, купить себе что-то, перекусить, потому что я голодная. Телек хотела тебе пить, 2 кz. Зайдем, посмотрим. Телек я перехотела, стоит 7 тысяч. Я вам переведу, сколько это в рублях. Я вам сказала, что это дорого, но все. Это не нужная штука, это не надо. Самокат, это... Но он 10 стоит. это недорого, и это надо. Телевизор дешевле, самокат дороже, но у Дианы все наоборот. Это машина, посудомоечка. Нам она не весна, нам ее никуда даже ставить. Что взять позавтракать? У нас тоже есть такие салатики готовы. Обед сразу. Вот сколько такой стоит, интересно? Это обычная каша, но так ты меня извини. Лучше такого салата покушать. Каши не буду, я вот это хочу взять. Какой взять? Его надо греть. Погреть же можно, ты туда подходишь и греешь. Никит, тут гарный, прекрасный. Так, давай по-русски. Мама! Ванты! У тебя манечка на украинском? Да, я пошла. Ооо, я типа носки увидела. Ни совести, проще, рвань. Гареша ярче. Проще. Жирный четверг. У нас каждый день, наверное, жирный четверг. Они миниатюрные. В Польше он в три раза больше. Ну, ты не сравнивай. А цена 16,99. Для нас голодного края, пытается себе разогреть бутерброд. Я ем, ну, я пошутила. Ну, что тут такого? Ну, что, мы начнем вот такие вот яйца. M&M's. Будем пробовать. А где тут вообще штрих-кода? Как оплачивать? А, лучше. Есть штрих-код? Давай. Все, типа, похож, как в Польше. 3D сюда. Идем делать панорамный снимок. А ты там? Ну, окей. Там сделали вот такой вот тот снимок панорамный. Заплатили мы за него 200 гривен. Нам еще сбросят весь этот результат на нашу почту. А мы сбросим уже, то есть, с нашей почты на почту нашего ортодонта. Диана не удержалась. Вот она. Живет сразу. Пойдем все-таки крысу выбирать. Если я на девочку. Ладно, хорошо. Давай новых девчулек купим. Не, мальчик нам не подойдет, потому что у нас девочки. А где? А, боже, и двое забрали все. А маленький домик какой? Черного по-любому. Давай, он такой красивый. А что он один там уже? Ну, они не маленькие уже. Ты видишь, что они такие крупные? А давай вообще вот того малыша возьмем. Вот маленького, белый. Или это мальчик? Давай сейчас вонюшим. Что-то, что-то. Каблом полный. Каблом. Может быть, это даже и к лучшему, но крысям бы мы не купили. Кстати, да, я им клетку открываю, они мне тут ползают по всей квартире. Я ж чего, они, конечно, на своей клетке только ползают, они вообще на пол не вылезают у нас. Но крысям мы не нашли. Все были мальчики. Что надо? Человатся опять. Ой, мы никто не... Смели нормально. Итак, в итоге показываю, что я купила. Вот такой вот домик для будущих крысят, но которых мы не купили. Также поилочку купили. Ну, для будущих малых. Я не знаю даже, где их брать, потому что зашли в три зоомагазина, нигде нету девочек, только мальчики. И это печально. Субтитры сделал DimaTorzok